Добрый день. Сегодня я хотел бы рассказать о весьма важной и в то же время огромной теме использования промежуточных языков для реверс-инжиниринга и обратного анализа программ как статически, так и динамически. Пару слов о себе. Я работаю компанией комбезопасности и активный участник проекта РАДАР-2. И мое как основное занятие, так и хобби тесно связано с реверс-инжинирингом. Для начала краткий обзор, что же такое промежуточные языки и промежуточные представления. И какие существующие моменты и воплощения есть уже на рынке, как в виде платных, так и в виде опенсорсных продуктов. Вы можете видеть определение Intermediate Language. В общем-то оно довольно простое. это фактическое представление программы в виде универсального ассемблера для некой виртуальной машины. И в зависимости от цели, для которой создавался этот промежуточный язык, как синтаксис, так и свойства Intermediate Language могут отличаться. Также очень часто путаются понятия Intermediate Language и Intermediate Representation. На самом деле это два разных, но в то же время связанных понятия. В первую очередь Intermediate Language это язык, который можно изменять и на котором можно написать программу. Например, как LLVM ByteCode. Но в то же время LLVM ByteCode может быть Intermediate Representation. Representation также может быть и графовое представление, которое очень трудно увидеть в виде текста. Поэтому Intermediate Representation нельзя назвать языком. Соответственно, как правило, эти понятия сильно связаны. И в большинстве программ Intermediate Language это просто удобное для человека или для машины представление Intermediate Representation. Это является правдой как для LLVM, так и для многих других компиляторов и декомпиляторов. Соответственно, в современном мире, особенно для анализа нативных программ, дизассемблер попросту неэффективен. Особенно если анализ происходит в потоке и на большом количестве сэмплов. Существует много методов ускорения обратной разработки. И поэтому один из таких методов это декомпиляция. Декомпиляция по себе очень сложный процесс. И практически ни один современный декомпилятор не обходится без аплифтинга, перевода нативного кода в промежуточное представление. А то и не одно. Соответственно, промежуточное представление актуально как для компиляции, так и для декомпиляции. Поскольку эти процессы взаимосвязаны и практически одни и те же шаги повторяются в обоих случаях. Кроме того, теория декомпиляции сейчас активно развивается. Просто мы видим меньше результатов ввиду меньшего количества исследователей, меньшего количества людей, которые заинтересованы в декомпиляции. Нежели людей, которые заинтересованы в теории компиляции и разработке современных компиляторов. За последние годы очень большой прогресс случился с созданием виртуальной машины и утилит к ней на базе LLVM. Соответствующие утилиты были созданы как для компиляции, так и для анализа бинарного кода, для реверс инжиниринга, для трансляции LLVM языка в другие представления и даже декомпиляторы на базе именно этого языка. На данный момент существует больше 20 различных промежуточных языков, более-менее универсальных. Из них наиболее распространены порядка пяти, о которых я расскажу, и большое количество либо проект нескольких человек, либо академический проект, который был сделан, и практического применения его не было. И также все исследования о промежуточных представлениях, о их оптимизации, это фактически база для последующих и уже активно развивающихся направлений, как SMT-решение кусков программ и на их базе создание Automatic Exploit Generation и Automatic Exploit Patching Systems. Были показаны практические применения на базе Binary Analysis Platform и LLVM по автоматической генерации эксплойтов и даже их патчинга. Несмотря на то, что данные системы пока представляют лишь академический интерес, потому что в практических сценариях они не способны найти сколько-либо работающий баг и, например, создать эксплойт к нему, либо создать бинарный патч для этого бага. Соответственно, один из самых знаменитых и один из самых старых языков промежуточного представления – это Rail. Он впервые был создан компанией Dynamics, очень знаменитый в таких продуктах Binary и Bindif. Со временем он стал популярен и для неких сторонних продуктов, но, к сожалению, из-за того, что Dynamics какое-то время забросила продукт и Google позволила им открыть столько недавно исходники, очень мало утилит в итоге использовали Rail и практического распространения, за исключением Binary, Bindif и пары других плагинов, он не получил. Кроме того, в современных реалиях Rail слишком упрощает программу. Каждая инструкция, к примеру, X86 процессора транслируется в огромное количество обкодов Rail, что, с одной стороны, упрощает такие вещи, как генерацию SMT-уравнений и последующие их решения, но, с другой стороны, за огромным количеством низкоуровневых операций можно легко потерять изначальный смысл программы, даже который может быть более очевиден на примене оригинальных ассемблерных команд. Соответственно, две основные вещи, которые важны в этом языке и которые повторяются среди многих различных вариаций других языков и их имплементаций, это бесконечная память виртуальной машины и бесконечное количество регистров. Это главные два свойства, которые позволяют фактически преобразовать любую программу, за исключением специальных случаев, в программу для некой виртуальной машины Rail. И есть один минус, который, опять-таки, я покажу позже. Он общий для практически всех intermediate languages. Это отсутствие поддержки команд по работе с числами с плавающей точкой. И разные языки используют разные пути обхода этого. Например, некоторые просто игнорируют эти команды. Тем более, например, на X86 эти команды не так часто действительно важны для реверс-инжиниринга, особенно для security-аудита или поиска багов. А некоторые команды пытаются их трансформировать в команды работы с обычными числами, что тоже может сильно повредить логике. И оригинальные утилиты были написаны на Java, что тоже ограничивает в некоторой степени применение этих утилит, особенно в сторонних программах, продуктах и так далее. Рейл – это фактически один из самых простых языков на данный момент. В нем есть всего 17 инструкций. Собственно, по ссылке можно найти их описание. Я не стал приводить, потому что объем материала огромный. В презентации, которая будет доступна позже, каждый Intermittent Languages был сопровожден ссылкой на материалы по нему. И кроме бесконечных регистров от R0 и до бесконечности, также можно создавать и алиасы, которые фактически представляют имена регистров для конкретной архитектуры. Что, как показывает практика, упрощает понимание безиспользования сторонних утилит, что происходит в тексте программы, выведенной на Intermediate Language. Второй, самый знаменитый и, пожалуй, наиболее продвинутый в некотором смысле на данный момент – это язык BIL, как часть платформы BAP, Binary Analysis Platform. Этот язык очень хорошо развит, так же, как и утилита к нему. Есть огромное количество сторонних плагинов по поддержке интеграции BAP в AIDA Pro, Kira, и, например, такие отладчики, как Volatility, которые позволяют сравнивать результаты, к примеру, SMT-солвинга с результатами выполнения программы для ускорения отладки. Он использует фактически весь набор утилит, так же, как и LVM, полностью написан сотрудниками Carnegie Mellon University, которые практически каждый год выпускают новые исследования на тему анализа данных на основе промежуточных представлений. И они же опубликовали большое количество исследований по Automatic Exploit Generation и Automatic Exploit Patching. Но у него есть два больших минуса. Это ориентация, в первую очередь, на PC-платформу и совсем с недавнего времени на ARM. Огромное количество платформ, которые представляют интересы для реализации инжиниринга, например, как MIPS, теперь еще и такие процессоры, как PowerPC, разные страймы и платформы не поддерживаются. И отсутствие floating point. Но числа с плавающей точки не поддерживаются практически нигде. Так что это не является каким-то выделяющимся минусом. У него есть интеграция с таким проектом, как TEMU. Это фактически форк и обвязка над QEMU, позволяющая интерпретировать и выполнять, и производить решения на базе SMT-теорий для программы и для всей операционной системы, к примеру, загруженной в QEMU. Подобный подход еще реализован в более распространенном, изнаменитом на данный момент подходе. Это два фреймворка. Это Panda и S2E фреймворк. BitBlaze и BitBlaze это платформа, аналогичная BAP. Причем авторы зачастую совпадают. Это Carnegie Mellon University и один научный руководитель Дэвид Брумли. Он точно так же, этот фреймворк, базируется на Intermediate Language. Но в этом фреймворке они постарались исправить некоторую ошибку binary analysis platform тем, что они выбрали два промежуточных представления. первое это VEX. Он же активно используется в одной из популярнейших программ Valgrind для эмуляции кода. Он чем-то похож на Rail с большим количеством команд и возможностей, но он очень низкоуровневый и учитывает принудительно все сайд-эффекты. К примеру, такие вещи, как E-Flux. Даже если E-Flux не меняется, он должен описать все его поля. И более высокоуровневый язык это Vine. В процессе обработки и анализа VEX превращается в Vine и урезаются многие сайд-эффекты, которые не представляют интереса. При этом также позволяется внедрить код в свой виде плагинов анализа из представления VEX в представление Vine. И на базе Vine уже было создано несколько фреймворков по автоматическому поиску уязвимостей. При этом Vine умеет одновременно обрабатывать данные как статические, так и данные, поступающие от отладчика, к примеру. Но у него так же, как и у Binary анализа платформы, есть тоже один с одной стороны плюс, потому что он упрощает разработку и позволяет использовать высокоуровневые конструкции. Но с другой стороны это и существенный минус, потому что программистов на OCaml довольно трудно найти. И OCaml до сих пор не портирован толком на платформы Windows, что тоже сильно ограничивает применение этих утилит. как вы увидите дальше, VexEel является основой не только для Vine в составе фреймворка BitBlaze, но он еще и применяется в совсем новом проекте OpenRail, я упомяну его чуть позже, и он ближе всего находится по возможностям и по синтаксису к ESIL, потому что ESIL, о котором я буду рассказывать, это достаточно низкоуровневый язык, он тоже должен учитывать сайд-эффекты, и на данный момент основной его целью является эмуляция. Мы также используем такой подход, что у нас есть два языка, это ESIL, это низкоуровневый, и совсем недавно появился язык Radicoil, это высокоуровневое представление. По поводу Vine Intermedic Леонидович, у него, как у всех, бесконечная память и регистры, но отличие это поддержка типов и область действия переменных. В этом языке фактически можно использовать и определять собственные переменные не только регистры, но и определять типы. Например, Vine умеет отличать signed от unsigned и умеет выделять указатели. Это были самые распространенные языки, которым уже было создано большое количество утилит внешних, так и виде платформы и интеграции с другими утилитами, которые активно используются в отрасли IDAPRO, различные отладчики и так далее. Но есть и довольно интересная концепция новых языков, которые, к сожалению, не ушли дальше академических исследований и не имеют публичных закрытых или открытых реализаций и тем более утилит для работы с ними. Два самых интересных и выдающихся языка это RAIL с двойной R. Он был переписан фактически перестроен с нуля, учитывая ошибки предыдущих языков и RAIL и по-хорошему различия между ними огромны. И название не должно смущать это абсолютно два разных языка. Так же, как и VINE, RAIL это высокоуровневый язык и он пошел еще дальше. В нем появилась интересная поддержка доменов. Таким образом, можно еще больше отделить уровень анализа или область действия типов на разных участках кода даже в одном исполняемом файле. И второй язык, который достойно напоминания это MIL. Его главное отличие он был построен для анализа именно малуари. При этом он тоже высокоуровневый, но позволяет куски взаимодействия с системой оставлять нативными. То есть можно в виде Intermediate Representation показать кусок кода, являющийся интересным для пользователя или для ресерчера и часть кода можно выполнить нативно. Но в случае Smile он фактически был создан полностью под PC платформу под x86 и есть и от нюансов которые ограничивают применение для других платформ. Особенно для архитектур отличных от 32-бит или 64-бит таких архитектур как с очень длинными инструкциями или битностью например в 46-бит или 96-бит архитектуры или 4-бит архитектуры. И как у многих других отсутствие поддержки работы с плавающей точкой. Mile это единственный язык, который позволяет программе перезаписывать себя именно виртуальной машине в виде intermediate presentation. Но практика показала, что в современном мире, особенно с технологиями защиты executables, практически не имеет смысла исследовать перезапись программы себя самой ввиду разных защит. Поэтому ввиду сильного усложнения эта фича не была никем адаптирована. И самый молодой проект от небезызвестного хакера Crash, я думаю, многие о нем слышали, это фактически попытка возродить рейл с учетом ошибок и опыта предыдущих проектов и в то же время не передосить его на высокие уровень, как это было сделано с Вайн или Рейл. Его главной целью является ввод для других утилей, например, как решение СМТ или какой-то анализ. Фактически Open Rail сейчас имеет несколько больших отличий от рейл и несовместимы они уже между собой. И для аплифтинга из нативного кода он использует хорошо тестированную библиотеку Любекс из проекта Valgrind, который и позволяет работать на данный момент только с PC платформой. ARM, я так понимаю, в проекте. Теперь о ESIL. Что нас вообще сподвигло на создание нашего языка? Во-первых, то, что большинство авторов подобных языков ориентируются в первую очередь на PC архитектуру, но reverse engineering PC executables это очень маленькая часть от того, с чем сталкивается ресерчер на данный день, на данный момент, особенно с приходом таких вещей, как Internet of Things, исследования SCADA и встроенных каких-то вещей, например, как медицинского оборудования и так далее. И поэтому мы его таргетировали на максимальное количество архитектур возможных, те, которые поддерживаются на данный момент фреймворком RADAR. И главное отличие, многие спрашивают, он не предназначен для чтения человеком, как, впрочем, и другие интервью менять ледвучис. Также у него есть алиасы, естественно, бесконечная память и бесконечные регистры, но мы взяли подход, когда мы можем вызывать куски нативного кода или сисколы, или мы можем переопределить каждый ищет лобкод на лету с использованием RADAR. Мы можем определять новые операнды для каких-то специальных целей, например, прерываний и добавлять их в виртуальную машину. Это реализовано в нескольких процессорах. Наиболее полно это можно найти в поддержке процессора Game Boy в проекте RADAR. Это лишь малая часть операндов для того, чтобы понять, как вообще выглядят операнды и сил. Фактически это строковое представление. Мы решили не мучиться с созданием двух видов бинарного представления и его строкового представления. Фактически виртуальная машина выполняет последовательно строк. Я уже упоминал RADAR. Это фреймворк, который содержит утилиты, необходимые для анализа, для исследования и для патчинга. Нас в данном момент интересует главная утилита. Это утилита RADAR. В ней же сосредоточена конвертация, аплифтинг так называемый нативного кода в ESIL и другие интересные возможности. Вся философия архитектуры RADAR очень похожа на VIM и UNIX, когда фактически каждая операция более-менее атомарно. И для того, чтобы сделать что-то сложное, мы должны вызывать либо последовательность операции из командной строки, либо, что более популярно сейчас, использование скриптинга. И для кодирования каждой команды мы стараемся выбирать ее аббревиатуру. так же, как, к примеру, W это write, поэт и print. И для конкретного действия, например, распечатать дезассемблированный листинг-функцию это print disassemble function PDF. И для каждой команды доступна внутренняя справка. Здесь небольшой вводный экскурс в RADAR. Я, пожалуй, пропущу. Главное то, что каждая команда это документировано и по аббревиатуре команд можно понять, что происходит. В нашем примере мы будем использовать чаще всего анализ функций и print команды. И у RADAR есть же и визуальный режим. который он все еще работает в консоли, но более привычное представление. Основной режим он командный. Так же, как и VEM. Фактически все команды имеют какие-то свои hotkey либо набор hotkey. VEM. Нас в первую очередь интересует набор команд analysis ESIL. Фактически это большой набор команд, которые позволяют либо вручную установить некоторую виртуальную машину. по IE можно получить help, если кто знаком с радаром. По инициализации мы инициализируем ESIL и устанавливаем параметры, которые необходимы для вводной параметры, например, memory map и instruction pointer. Так же здесь не показано, но мы можем указать значения для каждого из регистров перед стартом эмуляции. Каждый фактически отладочная команда, которая имеется в отладчике радар, имеет своего клона и для отладки в режиме эмуляции ESIL. Самые простые команды это пошаговая step и continue until и эмуляция какой-то выбранной функции. Сейчас я покажу, как это выглядит. Фактически на данный момент мы видим командную строку и мы же видим здесь help для каждой из команд. Нас интересует больше визуальный режим. Это фактически консольное представление многими любимой IDO Pro. нас интересует в первую очередь это команды ESIL. Здесь эта платформа была выбрана не x86, чтобы показать возможность работы с другими отличными от x86 и ARM платформами. это довольно старая Intel архитектура 8-битная 851. Это дамп микроконтроллера. фактически здесь мы видим большое количество команд и это лишь короткий список, которые позволяют работать с ESIL. нас интересуют в данном демо это команды инициализации ESIL. и SHAG, к примеру. на данный момент я запустил эти команды последовательно. Если запускать их без аргументов, то они выставляют текущие значения. К примеру, здесь это нулевой offset и нулевой адрес. здесь мы видим другой subset команд. Это тоже анализ и он позволяет как раз показывать регистры в случае эмуляции с ESIL. есть и другое представление фактически это визуальный отладчик с доступными регистрами и стэком и по нему точно так же можно по шагу выходить так же как и в обычном отладчике. К примеру, покажу для x86 платформы. как вы видите здесь мы запустили отладчик не в режиме прямой отладки в виде ESIL. Для того, чтобы запустить в режиме прямой отладки до сравнения, к примеру, мы должны указать это явно со специальным флагом. как вы видите совершенно другой код, потому что мы уже прыгнули на entry point в отличие от открытия файла в эстетическом анализе, потому что здесь уже внедрен код библиотек рантайма. Соответственно, здесь мы точно так же можем по шагу выходить. Таким образом, ESIL эмулятор максимально приближен к реальности отладчика. Здесь фактически, если кто не мог рассмотреть это последовательность команд для работы с виртуальной машиной в ручном режиме, когда мы можем задавать все нужные параметры для старта машины и ходить по шагу, к примеру, или вызывать функции. Совместная отладка, я покажу чуть позже с другим демо вместе. Один из хороших примеров был на предыдущей одной из европейских конференций использования ESIL для распаковки виртуальной машины Baleful. Когда использовался ESIL вызывался из внешних скриптов и генерировался код уже распакованной декодированной виртуальной машины. Ссылку на слайды можно будет найти потом но есть и другой более применимый для ежедневного использования метод эмуляции ESIL это визуальные подсказки когда мы например запускаем в визуальном режиме мы видим просто дизассембер и какие-то комментарии после анализа но мы можем то же самое запустить в режиме автоматической эмуляции и он будет показывать фактически значения которые примут регистры после выполнения в виртуальной машине и здесь не видно conditional jump вот G N E и G E он также соответственно указывает что вероятность больше скажем 50% того что он перейдет по этому jump или меньше что очень иногда удобно для понимания дизассемблирования и иногда можно обращаться к такого рода подсказкам соответственно поскольку ESIL это низкоуровневый язык мы также захотели конвертировать его в другие языки к примеру взяли OpenRail как наиболее современный проект и который уже имеет утилиты для конвертации OpenRail к примеру в S&T Solver и какой-то анализ мы можем конвертировать ESIL строку в Rail представление к примеру возьмем одну нет это не та инструкция давайте откроем заново возьмем простейшую инструкцию XOR теперь мы можем напечатать ESIL строку для выбранных HECS значений это фактически к сожалению здесь плохо видно из-за того что на промежуток между мониторами это ESIL представление этой простейшей операции здесь видно что затронуты регистры EBP и здесь выставление флагов это обратная польская аннотация но мы можем также использовать команду AETR которая будет конвертировать в Rail представление для этого нам надо всего лишь запустить это OpenRail представление этой команды теперь вы понимаете почему я говорил про многословность Rail был похож по синтаксису здесь учитываются все сайд эффекты соответственно вывод этого представления мы можем использовать в дальнейшем в утилитах OpenRail и здесь же видно хороший пример цепочки команд когда мы как и в Unix консоли передаем вывод одной команды на ввод другой это демо я пожалуй пропущу но оно будет доступно в слайдах и один момент который я хотел бы рассказать это декомпилятор над которым мы сейчас работаем как я уже говорил исил это низкоуровневый язык и он таргетирован в первую очередь на эмуляцию и какой-то простейший анализ например а на данный момент исил позволяет предполагать типы аргументов и возврат функции но соответственно мы сделали второй высокоуровневый язык radico il radico это наш декомпилятор он написан на раст который с одной стороны это высокоуровневый язык но с другой стороны он портирован на все платформы и на данный момент активно развивается radico il использует пайпы для соединения с радаром и фактически разговаривает с радаром в обе стороны на вход он получает и сил и какую-то мета информацию о файле например список функций в случае отладки он воспринимает на вход значения и так далее и обратно он может возвращать комментарии почему мы решили свой декомпилятор потому что на данный момент хикс-рейс несмотря на всю его крутость имеет ряд ограничений особенно из которых то что в нем используются устаревшие алгоритмы и нет например правильной правильного автовывода типов и он очень много значений например указателей считает просто инт интеджер но в то же время современные алгоритмы позволяют вычислить тип например то что это поинтер или нет сайна для каждого номера числа и мы не можем изменить код хикс-рейс по очевидным причинам а существующие другие декомпиляторы базированные LLBM или например такой старый декомпилятор как Boomerang они не используют все те результаты которые допустим показали Дэвид Брумли и его команда все эти исследования автовывод типов и так далее которые можно будет найти в ссылке мы решили стартовать собственный проект который будет основываться на ИСИЛ и данных в радар он будет переносим между платформами то есть мы ориентируемся не только на PC но и на все платформы которые будут поддерживаться которые поддерживаются и будут поддерживаться радаром и мы стартовали этим летом Google Summer of Code и большая часть кода уже сделана Radico уже умеет работать но в нем нет еще генерации C кода что Radico умеет сейчас это в первую очередь весь его язык это графовое представление с разными типами нодов с аннотациями и мы исследовали все важные реализации интерьер лэнгвиджес на данный момент и последние исследования команды Дэвида Брумли из Carnegie Mellon University мы используем аплифтинг до single static as signal form до преобразования в Radico ill таким образом мы отсекаем огромную часть кода и потом запускаем dead code elimination также есть поддержка базового вывода типов как описано по ссылке но пока вывод типов реализован только для так называемых базовых типов C это integer разные типы integer и так далее комплексные типы пока не умеют обрабатывать на демо уже нет времени но Radico доступен на гитхабе и его можно попробовать он компилируется по всей платформе что он данный момент умеет он умеет декомпилировать в графовое представление то есть мы можем открыть это в виде диаграммы xdot он умеет декомпилировать все платформы которые есть радары и которых поддерживается ESIL на данный момент к сожалению не поддерживаются floating point так же как и везде векторные инструкции и long очень длинные инструкции для некоторых DSP поддержка которых есть в радаре что мы планируем сделать это в ближайшем будущем это буквально несколько месяцев это интеграция ESIL VM и результатов декомпиляции в GUI которые существуют это VEBOI и BOKEN это сторонняя утилита и у нас есть к примеру я сейчас покажу быстро так называемые асцеграфы сейчас тут довольно большая функция подобного рода есть возможность увидеть прямо в консоли графа есть возможность генерации сторонней утилиты соответственно мы планируем убирать лишний код который радико пометил как dead code и к примеру добавлять информацию на них из этого кода кроме того один из самых интересных моментов о которых в том числе рассказывал Александр Матросов на своем воркшопе это автораспознавание вещей которые существуют для программистов уже не одно десятилетие но большого количества утилит и отлично работающих нет утилит для режисс инженеров которые умеют распознавать объекты классы и распознавать типы отличные от integer от pointer и так далее хотя огромный пласт академической работы был уже сделан но ни одной практической утилиты так и не было написано соответственно наша цель это внедрить в код радико все эти методы и один из главных моментов на которых мы хотим обратить внимание то что радико имеет перемещивную лицензию и мы приветствуем использование его как библиотеки в сторонних продуктах как свободных так и коммерческих и собственно список ссылок который будет интересен для тех кто хочет углубиться в эту тему потому что тема интерьер тендович огромна особенно последующий анализ здесь есть куда расти внедрять смт солвинг в повседневные утилиты внедрять анализ оптимизации и так далее и так далее какие у вас вопросы есть да простите не слышно у и есть но к сожалению что бокен который третий сторон не учили что веб интерфейс они не отражают большей части возможности радара такова нет пока ну есть я уже говорил бокен и веби но да как вы решаете вопрос например когда происходит вызов внешней какой-то функции как это как я упоминал мы можем определять колбеки на сисколог к примеру или же на какой-то обкод и сил или же на вывод на работу целой функции такой как принт к примеру ну я в смысле того что как вы учитываете результат работы функции на регистре после работы функции и то что она вернула в смысле параметры функции ограничения модели так сказать ну то есть вот например даже в том примере когда вы подсвечиваете какие будут значения регистра после выполнения данной инструкции с какой вероятностью произойдет джамп как вы при этом учитываете вызов внешних функций ну и как например в режиме эмуляции вы эмулируете выполнение виной пи что-то такого мы не учитываем в режиме подсветки когда в виде сделано в виде комментариев значения регистров и likely unlikely для джампов мы не учитываем вызов внешних функций на данный момент но если мы инициализируем вручную с аеи аим и так далее то мы можем указать колбеки для каждой функции вот у вас там был интересный режим эмуляции в режиме сил эмуляции в режиме сил у вас была и как при этом приходит эмуляция когда вы вызываете какую-нибудь внешнюю функцию например виной пи ну в общем для любой платформы любую для этого должна быть создана некое подобие модели на данный момент есть модель для щесколов например для венукса но эта модель фактически база данных которая потеряет поведение то есть для венапи на данный момент нет такой модели но ее легко создать слайды будут доступны ссылками как только опубликует их на зернайдс спасибо спасибо спасибо